Интерактивную карту правонарушения на полуострове презентовали в Киеве. Впервые систематизированные и классифицированные факты агрессии в Крыму с начала оккупации. Каждая точка – новый кейс, конкретная история. Все их можно сгруппировать по самым различным признакам – городам, типам нарушения, согласно международной классификации, видам правонарушений. Недели ранее проект демонстрировали в Брюсселе. На сегодняшний день это 179 случаев. Буквально, когда мы ее презентовали в Брюсселе, это было еще только 173 случаев. За эти пару дней, на жаль, у нас появилось еще новых шесть кейсов. Проект удалось реализовать благодаря поддержке многих правозащитных организаций и помощи Республики Чехия. По словам иностранных партнеров, это уникальная необходимая работа, значимость которой повышается еще и из-за того, что тема Крыма отошла на второй план в информационной мировой повестке дня. Мы видим, что интерес к Крыму и интерес к Крыму пошел на спад. И если бы не было блокад и так, и других событий, про Крым бы, взагалі, ну, очень мало говорили бы. И, как Алим уже сказал, треба сбирати каминя и треба их просто десмати и объединивати, объединувати зусилля. И всех громадянских активистов, организаций и так далее, чтобы не было дуже багато звитів. И чтобы про всех это было, ну, просто зрозуміти, что в Крыму відбувается. После анализа всех кейсов авторы исследования пришли к выводу, что в начале аннексии правонарушения носили частный характер. Сейчас же прослеживается система запугивания и давления на коренной народ, активная работа против проукраинских активистов. Чуть ли не ежедневно открываются новые уголовные дела, проводятся обыски и задержания. Это, действительно, не одиничные випадки, а говорить про системность порушений с боку Российской Федерации и про то, что она не помнит, что она, сгідно норм международного права, гуманитарного права, мает там тимчасовый суверенитет и право на работу на территории Крыму. И поэтому сейчас активно проводят не только притиски и коренного народа, и других украинских активистов, всех, кто не погодится с оккупацией Крыма. Карта нужна не только для использования внутри Украины. Это проверенная информация, которую можно направлять в международные организации, как свидетельство противоправных действий Российской Федерации в отношении граждан Украины. Еще одна ее цель – содействовать тому, чтобы международная миссия по правам человека вернулась на полуостров и продолжила мониторинг. С боку государства Украины должна быть четкая политика о том, как защищать этих людей, как сделать так, чтобы в международной спиной услышали про права, про порушения прав людей в Крыму. И мы надеемся, что именно эта карта поможет нашим рядовцам, которые будут приезжать, и рассказать эти кейсы. И мы заинтересованы в том, что очень большая количество международных правоохранительных организаций так же видела это и использовала в своих свидетелях. 1 декабря интерактивная карта нарушений прав человека будет презентована в Европарламенте. В интернете ее можно найти на сайте гражданской инициативы Крымсос. Пользователи интернета имеют возможность там же оставить свою информацию о нарушении прав человека на полуострове, в том числе и анонимно. По словам Тамилы Ташевой, Крымсос рассчитывает на то, что крымчане будут это делать, поскольку источников информации на полуострове сейчас немного. Правозащитники опасаются, что на самом деле зафиксированные 179 случаев – лишь малая часть реальной картины нарушений в Крыму.